Вести Карачаева, Черкесия В этом году хищение электроэнергии на более чем 43 миллиона рублей. В Карачаевске прошел конкурс «Чтицов», посвященный столетию со дня рождения народного поэта Карачаева Черкесии Азамата Сьюнчева. И Расул Капсергенов стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Далее об этих и других темах подробнее. Выпуск начинаем с печальной новости. На 1980 году ушел из жизни ветеран труда Муэд Мухамедович Харатоков. Более 40 лет он посвятил активной трудовой деятельности в коллективе Республиканского радио. Впервые порог Дома радио Муэд Мухамедович переступил в начале 60-х годов. Своим приходом в коллектив Республиканского радио Муэд Харатоков обязан старшим товарищам, которые, увидев рвение молодого водителя к творческой работе, рекомендовали Харатокова руководству организации. В течение нескольких лет Муэду Мухамедовичу удалось перебрести определенные навыки звукооператорского мастерства, после чего ему было доверено самостоятельно обрабатывать голоса и записывать программы. Работать приходилось тщательно и подолгу, чтобы в эфир не проникли технические погрешности. Впоследствии Муэд Мухамедович и сам стал учителем для целого поколения молодых сотрудников технического цеха Дома радио. Муэд Мухамедович бесспорно внес свой посильный вклад в процветание родной республики, а его имя сегодня составная и неотъемлемая часть Золотого фонда радио Карачаева Черкесии. Коллектив службы радиовещания ГТРК Карачаева Черкесия выражает соболезнования родным и близким Муэда Мухамедовича. Глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов вместе с начальником Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным провели совместное заседание антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядков республики. Ключевой темой встречи стала консолидация сил и средств органов государственной власти, безопасности, правоохранительных структур и МЧС в преддверии новогодних праздников. Рашид Борисбеевич отметил, что в этом году сознательно отказались от излишней праздничного контента, массовых гуляний и праздничных концертов. Но вместе с тем все новогодние утренники и представления для детей пройдут согласно плану. В ходе совещания обозначили комплекс мероприятий по усилению мер общественного порядка на период новогодних праздников и каникул, особенно в местах массового скопления детских коллективов. Руководитель региона считает, что в республике налажено тесное взаимодействие со всеми правоохранительными структурами. Все работают четко, понимая главную задачу – обеспечение безопасности людей и государственных интересов. За заслуги перед Карачаевой Черкесией весомый личный вклад в укрепление правопорядка и борьбу с преступностью руководитель региона Рашид Тимрезов вручил начальнику Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северокавказскому федеральному округу генерал-полковнику полиции Сергею Бачурину высшую награду республики – орден за заслуги перед Карачаевой Черкесией. Глава региона Рашид Тимрезов в ходе прямой линии сообщил о том, что подписано распоряжение о выделении единоразовой выплаты всем семьям, мобилизованных к Новому году в размере 20 тысяч рублей. Я подписал такое распоряжение о выделении всем семьям мобилизованных, добровольцев, которые ушли из нашей республики в специальную военную операцию, единоразовую выплату к Новому году по 20 тысяч рублей каждой семье. Буквально сегодня такое распоряжение мною было подписано. В Доме правительства Карачаевой Черкесии состоялось итоговое заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участники мероприятия подписали региональное соглашение о минимальной заработной плате в Карачаевой Черкесии. С 1 января следующего года мрот составит 16 242 рубля. Обсуждены также вопросы производственного травматизма и план мероприятий по его снижению. В Карачаевой Черкесии завершились съемки пяти фильмов на национальных языках. Презентация короткометражек будет проходить в школах и домах культуры региона, а также можно ее увидеть в эфире телеканала ГТРК Карачаева Черкесия и в группе организации ВКонтакте. В съемках фильмов принимали участие молодежи региона и актеры национальных театров. Основная цель проекта «Легенда и сказания КЧР» является популяризация изучения родных языков подрастающим поколениям. Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Институт социально-креативного развития актива» при поддержке Фонда президентских грантов регионального Минкультуры и Министерства образования и науки Республики. А в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Псемен продолжается строительство центрального водопровода. Протяженность его составляет 12 километров. После окончания работ качественной питьевой водой будет обеспечено все население села и социально значимые объекты. Об этом рассказал глава администрации Курджиновского сельского поселения Григорий Приходько. В настоящее время в селе Псемен полностью отсутствует водоснабжение, что негативно сказывается на развитии данного населенного пункта. Я считаю, что наличие качественной питьевой воды благоприятно скажется на развитии данного населенного пункта. У людей появится больше возможностей заниматься сельским и личным подсобным хозяйством. В селе Джага продолжается строительство и ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Шкакон. Подробности сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. Общая протяженность двух берегоукрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров. Работы начались весной текущего года в рамках государственной программы воспроизводства использования природных ресурсов и проводятся в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия вод, прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах. Ремонт дам позволит защитить 1400 человек и их домовладение при усадебной участке. Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом, культура, детский сад и другие объекты инфраструктуры села. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия ввод в размере более 1 миллиарда рублей. Своё 99-летие отметил Евгений Мореев, ветеран Великой Отечественной войны из Черкеска. Евгений Николаевич прошёл непростой военный путь. Будучи 18-летним юношей, попал на Второй Бребалтийский фронт. Доблестно воевал за родину в составе 47-го гвардейского артиллерийского полка. Служил в разведке, был тяжело ранен, участвовал в боях за освобождение Румынии, Венгрии и Чехословакии. За проявленное мужество награждён Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией и другими. Уважаемого ветерана в своём телеграм-канале поздравил руководителя региона Рашид Тимрезов. Он написал, цитата, «Для всех нас, Евгений Николаевич, пример отваги и патриотизма. Его подвиг и подвиг миллионов других солдат навсегда в наших сердцах и памяти народа. От всей души желаю Евгению Николаевичу крепкого здоровья и семейного уюта. Низкий поклон нашему дорогому ветерану. Вечная слава его героизму». Закончилась цитата главы республики. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошёл конкурс чтецов, посвящённый столетию со дня рождения народного поэта Карачаева-Черкесии, прозаика, учёного и педагога Азамата Лимовича Сьюнчева. Студенты показали своё мастерство художественного чтения стихов. Конкурсантов оценивало компетентное жюри. Многогранное поэтическое творчество Азамата Сьюнчева, включающее более тысячи стихотворений, позволило студентам выбрать стихи на различную тематику. Патриотическая и любовная лирика, красота родного края, портреты людей различных национальностей, труд человека, философские размышления поэта, образ женщины и другие. В Карачаево-Черкесии появятся пункты придорожного сервиса. Уже до конца этого года мы увидим их вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования к курортным зонам. Все 11 объектов будут оформлены в едином архитектурном стиле. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. У нас в регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая, где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. Конечно же, радует то, что они будут стилизованными в едином стиле. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из них организована работа дежурных групп. По информации Республиканского управления Роспотребнадзора, положительная динамика прироста заболеваемости ОРВИ гриппом отмечена во всех возрастных группах. При этом наибольший темп прироста за неделю зафиксирован среди детей от 7 до 14 лет. Тем временем медицинские работники поясняют родителям, что даже при слабых симптомах ОРВИ ребенка лучше оставить дома, чтобы не стать причиной распространения болезни. Школьные классы и группы в детских садах редеют, их будут отправлять на карантин, если на больничном с соответствующим диагнозом окажется 20% детей. Комментирует информацию врач-педиатр Анна Марьясова. Опасность заболевания заключается в том, что риск развития осложнений достаточно высок, особенно у детей маленького возраста или у детей, имеющих хронические заболевания. Поэтому нежелательно на ногах переносить грипп. То есть в школу отправлять детей с признаками, с насморком, с кашлем, с небольшой, может быть, температурой. То есть мама думает, что температура 37 – это ничего страшного, и пусть идет в школу. Нет, таких деток лучше подержать дома, лучше полечить, обратиться к врачу, то есть начать лечение вовремя. Воспитанники и педагоги Республиканской коррекционной школы-интерната первого вида собрали посылки для наших бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Газовые горелки, баллончики к ним, а также 10 килограммов конфет передали представителям регионального отделения «Единой России». В самое ближайшее время, после формирования очередного груза, все это отправится нашим мобилизованным, добровольцам и военнослужащим. В Карачаево-Черкесии будет создана специальная организация по развитию кадрового потенциала молодежи. Организация «Моя карьера» станет пространством социальных возможностей, под крышей которого объединятся заинтересованные в своем развитии молодые люди, социально ответственные организации и лучшие эксперты из разных отраслей, которые будут обучать новое поколение специалистов. Подробности сообщил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Следует отметить, что основная цель создания данной организации, данной структуры, подведенственного учреждения министерства, заключается в том, чтобы оказать содействие в профессиональном развитии, успешной самореализации молодежи Карачаево-Черкесской республики в профессиональной деятельности. С января этого года единовременное пособие при рождении ребенка вместе с рядом других мер поддержки семей с детьми передано Пенсионному фонду страны из органов социальной защиты. По словам заместителя управляющего региональным отделением Пенсионного фонда Ирины Тамбиевой, за это время единовременное пособие при рождении ребенка получили 1670 семей. Общая сумма выплат в Карачаево-Черкесии составила 34 миллиона рублей. Жители Карачаево-Черкесии, которые в этом году подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый фонд, могут до конца декабря изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в Пенсионный фонд, лично обратившись в любую клиентскую службу или на портале госуслуг. В последнем случае уведомление потребуется заверить усиленной электронной подписью. Весной следующего года в Черкесске будет полностью благоустроен парк около городского дворца культуры. С наступлением тепла планируют сделать территорию действительно зеленой зоной. Комментирует информацию заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равиль Тикеев. В рамках благоустройства были установлены дополнительные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, возведен общественный туалет, установлено 40 фонарей освещения дополнительных, а также установлены мусорные урны в количестве 15 штук. Весной следующего года мы планируем заняться озеленением данной территории, будет завезен чернозем, посажен зеленый газон и планируем посадить около 100 деревьев. Компания «Россети Северный Кавказ» в январе-ноябре этого года пресекла в Карачаево-Черкесии хищение почти 11,5 млн кВт-часов на общей сумме 43 млн 400 тыс. рублей. В том числе за 11 месяцев было выявлено 153 факта безучетного потребления электроэнергии на сумму более 40 млн. рублей. При этом 134 нарушителя уже возместили филиалу Карачаево-Черкесии «Энерго» сумму ущерба в размере 39 млн 300 тыс. рублей. По остальным фактам продолжается работа по взысканию стоимости безучетно потребленной электроэнергии. 88-летняя жительница Черкесии дважды за неделю стала жертвой телефонных мошенников. Пожилая женщина сообщила, что попалась на уловки телефонных аферистов, которые сообщили ей, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди. Желая помочь своему ребенку, пенсионерка по указаниям звонящих дважды отдала по 400 тыс. рублей приходящим к ней незнакомцам. Полицейские задержали двоих жителей Ставропольского края. Выяснилось, что молодые люди действовали независимо друг от друга, но работали на одних и тех же телефонных мошенников. Причем старший по возрасту обманул своих работодателей и не переслал им полученные от пенсионерки 400 тыс. рублей. А несовершеннолетний посыльно оказался причастен к еще одному аналогичному преступлению в отношении другой обманутой 83-летней вдовой из Черкеска. Часть нерастраченных похищенных денежных средств в сумме 147 тыс. рублей была изъята и возвращена законной владелице, а в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. ГИБДД республиканской столицы призывает жителей и гостей Черкеска быть внимательными к дорожным знакам. По распоряжению мэрии изменено направление транспортного движения на площади Кирова на участке от улицы Горького до Кавказской. Об этом рассказал инспектор направления по пропаганде отдела ГИБДД МВД России по городу Черкеску Руслан Каблагов. Хочется обратиться к гражданам, чтобы они были внимательнее и смотрели на знаки. За данное нарушение идет административное наказание в виде штрафа в сумме от 5000 рублей, либо лишение водительского удостоверения от 4 до 6 месяцев. Знак, который стоит под уступить дорогу, поворот налево запрещен, здесь штраф идет от 1000 до 1500 рублей. Запуском воздушного шара и бесплатным обучением горным лыжам и сноуборду отметит курорт Архыс в 100-летний юбилей Карачаевой Черкесии 17 декабря. Поскольку мастер-класс пройдет в числе финальных мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею республики, планируется обучить минимум 100 новичков, для которых будут привлечены порядка 20 профессиональных инструкторов. Кроме того, предусмотрена программа полетов на воздушном шаре, что позволит туристам видеть фантастические пейзажи курортной зоны с высоты птичьего полета. А на главной площади курортного поселка Романтик в 11 часов пройдет спектакль кукольного театра. В 12.30 на северном склоне стартует массовый заезд лыжников и сноубордистов. Спортсмен из Карачаевой Черкесии Расул Капсергенов стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в абсолютной весовой категории 110 килограммов. Состязания, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Асланбека Дзагоева, прошли в Нарофоминске. Расул провел три поединка и все завершил досрочно. Он является бронзовым призером юношеского первенства России по вольной борьбе 2022 года. В Санкт-Петербурге прошел чемпионат мира по джиу-джитсу, по результатам которого прокурор Республиканской прокуратуры Азамат Атаров одержал блестящую победу и завоевал золотую медаль. В состязаниях участвовали более двух тысяч спортсменов из разных стран. Азамат достойный и профессионально провел встречи с противниками. Азамат Атаров является мастером спорта по самбо и дзюдо. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8-13, в горах местами до плюс 7. В Черкесии без существенных осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 10 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.